В эфире новости ЛТС. Сегодня вторник, 18 августа. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Я очень рад тому, что стройка возобновлена, что она уже, так скажем так, на завершающей стадии находится. Конечно, то, что мы видели два года назад и то, что сегодня здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы. Сразу несколько долгостроев сдадут в Новосибирске до конца года, как решают проблему обманутых дольщиков. Ну вот сейчас видно, что на судне произошел пожар, горит кормовая часть и произошел разлив нефтепродуктов. Масштабные учения на стратегическом объекте. Как условным террористам не дали захватить шлюз? Шансы есть у всех всегда. А сколько хотите? Ну, как бы до конца пройти, да? Конечно. Вперед по бездорожью. На уникальные соревнования собрались десятки новосибирских экстремалов. В этом году в Новосибирске сдадут еще 16 долгостроев. Уже завершено строительство двух проблемных объектов. Те дома, где еще остались вопросы, сегодня посетили представители областных и городских властей вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Когда дольщики наконец-то смогут заехать в свои квартиры, расскажет Елена Щербакова. Первый кирпич дома по адресу Новосибирская, 27, был положен больше 10 лет назад. Потом застройщик объявил себя банкротом. Началась череда судов, бесконечных собраний. Все изменилось в 2012-м. Шум стройки обрадовал дольщиков. И у нас тут резко все поменялось, резко улучшилось. Настроение у людей, ситуация на объекте резко улучшилась. Все изменилось. На сегодняшний день у нас есть график финансирования, график производства работ. Он соблюдается полностью. Это дает нам основания, что через год у нас люди въедут в свои квартиры. В 2012-м выбрали нового застройщика. Обманутые инвесторы собрали почти полмиллиарда рублей. Городские власти помогли оформить земельный участок. Руководство области выделило субсидии на электроснабжение и теплоснабжение. Нужно сказать, что регион был в числе тех субъектов федерации, которые приняли прогрессивные законы, предусматривающие в частности, в качестве мер поддержки выделения компенсационных участков для застройщиков. Благодаря этому удалось достроить целый ряд проблемных объектов. И первый адрес, кстати говоря, это второй адрес, на котором мы были. Он таким образом и достраивался. В связи с изменением, внесенным в земельный кодекс, эти законы, к сожалению, потеряли силу. Потому что сейчас без аукциона выделять под жилистное строительство земельные участки нельзя. Но в Сибирской области подготовлен и уже принят новый закон. Мы сейчас обсуждали о том, что в ближайшее время его подпишут до конца текущего месяца. Который предусматривает новый порядок, но суть от этого не меняется. Закон принят. Я подпишу действительно нормативный акт, который говорит о порядке реализации этого закона. Он нам поможет продолжить эту работу. Поэтому считаю, что меры поддержки сегодня максимально достаточны, чтобы тех возможностей наших бюджетных. А это дом на Голущика. Его строят уже 8 лет. Через месяц часть новоселов заедет в новые апартаменты. Правда, счастливыми дольщиков назвать пока язык не поворачивается. Все эти годы большинство из них снимали квартиры и вносили ежемесячную плату, чтобы достроить дом. Кто-то этого момента так и не дождался. Евгений купил квартиру в прошлом году. Квадратные метры обошлись гораздо дешевле, чем в аналогичных домах. 90% готовности дома, и когда его уже три года топят, отопление, то есть люди уже там ремонт сделали, здесь уже живут люди, то на такой стадии, в принципе, можно брать, понятно, что его не бросит, не оставит. Вопрос в том, сколько мы будем доплачивать за достройку этого дома, за сдачу в эксплуатацию. Дом будут сдавать в две очереди. Первая уже этой осенью, вторая пока под вопросом. Чтобы достроить, нужны еще около 200 миллионов. Елена Щербакова, Василий Тополев, Новости ОТС. Взрывы и стрельба на стратегическом объекте. Сегодня работники Новосибирского шлюза и подразделения внутренних войск провели генеральную репетицию крупных учений. Чтобы обезвредить условных диверсантов, задействуют речной флот, а также боевые вертолеты. О том, что будет в акватории Апского моря 20 августа, расскажет Анатолий Харитонов. Диверсанты на грузовике таранят автомобильные ворота новосибирского шлюза, но прорваться дальше на территорию стратегического объекта не могут. Специальные барьеры преграждают путь. Злоумышленники атакуют пост охраны, стреляют в часового. Звучит сигнал тревоги, караул в ружье. И всего через 40 секунд у судоходного канала вооруженное до зубов подразделение внутренних войск. Огонь на поражение. У налетчиков потери. Один убит, второй ранен. Трое оставшихся в живых. Понимают, силы не равны. Шлюз прикрывают с воздуха боевые вертолеты. Диверсанты бегут в лес, но вскоре поисковый отряд ловит их. Позже выяснилось, это всего лишь отвлекающий маневр. Основная группа преступников захватывает баржу и речной толкач «Прилив». Экипаж в заложниках. И все же террористы обречены. К ним плывет морской спецназ. Водолазы успешно выполнили задачу, обезвредили условного противника. Но вот сейчас видно, что на судне произошел пожар, горит кормовая часть и разлив нефтепродуктов. Пока спецкорабли тушат баржу и речной толкач, команда теплохода «Вяхерь» ставит боновые заграждения, чтобы локализовать нефтяное пятно. Злоумышленники, выжившие во время штурма трюмов и кают, пытаются уйти от группы захвата на моторной лодке. Однако в акватории Обского моря их, на быстроходных катерах, догоняют сотрудники транспортной полиции. Слаженные действия часовых, открывать огонь на поражение, если посторонний проникнет через забор, и вооруженные команды водолазов, они всегда дежурят у судоходного канала, показали. Этот стратегический объект под надежной охраной. Анатолий Харитонов, Андрей Карасев, Новости ОТС. Тихий жилмассив хотят превратить в муравейник, так считают жители микрорайона в центре Левобережья, которые сегодня вышли на пикет против точечной застройки. Причем претензии у людей не столько к строителям, сколько к городским властям и профильным департаментам. В чем суть недовольства, узнавал Александр Могилин. Они ночью начинают работать, ночью с 10 часов начинают работать, самосвалы вывозить. И работают до трех ночи, уже окна не откроешь. Жильцы нескольких домов на Серафимовича вышли на пикет против точечной застройки. Работа строителей по ночам – самая малая из всех претензий. Люди не согласны с масштабами будущей высотки. Считают, что она принесет много проблем в пока еще тихий жилой массив. Заявлено количество квартир, 381 квартира. Заявлено 90 парковочных мест подземной парковки. И несложно посчитать, что сейчас практически у каждой семьи есть хотя бы один автомобиль. Очевидно, что парковаться здесь будет просто негде физически. Собравшиеся против такого уплотнения. Тем более, что дороги на массиве узкие и нет почти никакой инфраструктуры. Сразу уплотнения детских садов нет, школ нет, здравоохранения нет, дорог у нас здесь нет. И все машины, которые будут в этом доме, они будут прятаться по дворам. Протестующие не понимают, как застройщик смог получить разрешение на возведение жилой высотки. Считают, что в данном случае размер имеет огромное значение. Вот она причина раздора – огромный котлован под строительство 25-этажного жилого здания. Жильцы соседних домов посчитали, что по градостроительным нормам площадь новостройки не должна превышать 6,5 тысяч квадратных метров. Однако застройщик в своей декларации указывает 17 тысяч. Претензии у участников пикета даже не столько к строителям, сколько к тем, кто выдавал им разрешение и согласовывал масштабы здания. Пишем, мы спрашиваем, делаем запрос, на основании чего было выдано разрешение. Ответа никакого нет. На сегодняшний день по нарушению идут, по плотности застройки. Жители микрорайона собрали подписи под коллективными жалобами, которые отправят чиновникам и надзорным органам. Следующий шаг – одиночные пикеты перед зданиями прокуратуры и следственного комитета, а также обращение в суд. Александр Могилин, Артем Медведев, Новости ОТС. Купить машину, а вместе с ней и долги. В Новосибирске в 16 раз выросло число автомобилей, которые невозможно зарегистрировать из-за решения судебных приставов. Что может ждать потенциальных покупателей таких машин, расскажет Николай Сальников. Ежедневно по дорогам Новосибирска колесят сотни тысяч автомобилей. Поэтому неудивительно, что и на продажу в нашем мегаполисе выставлено немало машин. Однако сегодня, приобретая транспортное средство, можно легко столкнуться с непредвиденными проблемами. Без малого 80 тысяч машин в нашем регионе запрещено переоформлять. Еще год назад таких авто было в 16 раз меньше. Любая задолженность, вплоть до неуплаты штрафа в 500 рублей, может повлечь запрет на регистрацию. По словам судебных приставов, должников в Новосибирской области очень много. И такая мера вполне оправдана. Она гарантирует невозможность перехода права собственности на автотранспортное средство другому владельцу, что впоследствии может обеспечить уже непосредственное обращение взыскания на это имущество, а именно изъятие и передача на принудительную реализацию. Сегодня нередкий случай продажи проблемных машин. В итоге, после покупки такого авто, в ГИБДД нового владельца ждет отказ в оформлении транспорта. В худшем случае дорогостоящее приобретение и вовсе могут изъять. По сути, сегодня расчет за машину на месте осмотра – сверхопрометчивый поступок. Но выход есть. Для покупателей автотранспорта хотел бы порекомендовать возможность использования сайта ГИБДД, где можно по номеру ВИН автомобиля, либо номеру шасси кузова, узнать, находится ли данный автомобиль в запрете. Также не помешает перед покупкой машины проверить на сайте службы судебных приставов наличие долгов у продавца. Если же деньги за автомобиль с запретом на регистрационные действия все-таки отданы, то для того, чтобы оформить такую машину на себя, уже придется обращаться в суд и там доказывать добросовестность приобретения. Николай Сальников, Артем Медведев. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Сегодня единороссы вынесли на обсуждение проект своей программы. В центре внимания общественно-политическая жизнь, бюджетная политика, инновационное и социально-экономическое развитие региона. Мы достаточно активно ведем обсуждения и дискуссии с правительством в части поддержки регионов, в части определения тех средств, которые получат наши регионы по разным направлениям. Другие партии тоже активно готовятся к предстоящим выборам. Поддержать своих кандидатов в Новосибирск приезжал председатель «Яблоко» Сергей Митрохин. Также наш город посетил и глава гражданской платформы Рефат Шейхуддинов. Еще в мае в регионе лично открыл приемную лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Но особенно насыщенным стал август. В СМИ проходила информация, что поддержать своих однопартийцев в Новосибирск могут приехать Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Предвыборная гонка в самом разгаре. Борьба, реально разворачиваясь в Новосибирском регионе, не оставляет сомнений в том, что победа, которая будет достигнута теми или иными политическими силами, это будет честная победа. Победа достигнута в честной, суровой, напряженной, конкурентной борьбе. Чем более конкурентные выборы, тем дороже вкус победы, но тем она и чище. «Единая Россия» будет обсуждать программу еще два дня, после чего ее нюансы обещают донести до каждого избирателя. Алия Арзаева, Тимур Серебряков и Олег Сурков. Новости ОТС. Денег на благоустройство дворов у Новосибирска нет, даже несмотря на налоговые поступления от предприятий. Сегодня городские чиновники проехали по Первомайскому району. Две главных темы – работа заводов в условиях кризиса и что делать с придомовыми территориями. Александр Могилин продолжит. Нина Меньшикова объясняет, асфальт перед подъездом провалился несколько дней назад, почти сразу после благоустройства двора. Площадку перед многоэтажкой облагородили по муниципальной программе. Сделали парковки, бордюры, покрасили подъезды. Но претензии к подрядчикам у жильцов есть. Территория была ужасная. Ямы и ухабы. Вот здесь все. Заделали территорию. Вроде хорошо. Возле нашего подъезда через неделю он там образовался ямом. И все равно этому дому повезло. Пусть и с опозданием на год, но их двор благоустроили. Соседи завидуют. У них все куда хуже. И надежд все меньше. Был включен в план 15-го года. Почему не сделать? Он был включен в 13-й год, в 14-й год. Рассказываю сейчас. В 15-й год. А я был у вас. Программа, да. Программа 15-го года по дворовым территориям. Территориям пока приостановлена. Вот и все. Если так коротко. У городского бюджета нет денег на ремонт дворов ни в этом году, ни в следующем. Резерв ушел на восстановление дачных обществ в Первомайке, которые подтопило весной. Воды здесь было по колено. На заборах даже остались отметины. Перебрали насосы. Восстановили. Восстановили линии электропередач. Но самое главное – восстановили дорогу. Вот то, что мы проехали от Бердского шоссе сюда, здесь не было дороги. Здесь все было размыто. Деньги на благоустройство поступают в том числе и от налогов, которые платят крупные предприятия. Один из главных заводов Первомайки – электровозоремонтный. Здесь восстанавливают локомотивы со всей страны. Заказы есть всегда. Доход – 2,5 миллиарда в год. Локомотив у нас заходит с северной стороны, он разбирается, потом полностью разбирается. И по цехам, по цехам, по поперечным проходам, мы их сейчас увидим, передается в смежные цеха. Чиновники положительно оценили работу предприятий Первомайского района. А жителям пообещали найти возможность на будущий год, если не дворы благоустроить, то хотя бы внутриквартальные проезды отремонтировать. Александр Могилин, Константин Менин, Новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. По объектам социальной сферы, всего объектов 66, подготовлено 66, процент выполнения 100%. Впервые за три года аграрий из Китимского района ликует урожай, удался на славу. Остается его убрать. Чуть не совсем стадионом мы бились. Судьи тоже, то есть особо лояльность не обладали. Новосибирск готовят к отопительному сезону. Уже 80% объектов города прошли испытания. Ремонтные работы на теплотрассах и котельных еще ведутся. Подробнее расскажет Екатерина Каменева. Все испытания теплосетей в Новосибирске завершены. В этом году выявили 884 дефекта. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Сейчас работа по подготовке зиме продолжается. Вот эти дефекты, которые влияли на снабжение горячей водой, все были устранены. Горячая вода была подана. Но, тем не менее, работы еще ведутся. Школы, детские сады и медицинские учреждения к отопительному сезону подготовили полностью. Тепло в них готовы подать хоть завтра. По объектам социальной сферы всего объектов 66, подготовлено 66. Процент выполнения 100%. Прирост за неделю 6%. Многие высшие учебные заведения и офисные здания к наступлению морозов пока не готовы. Все ремонтные работы в них планируется закончить до 15 сентября. Екатерина Каменева, Антон Мамаев. Новости ОТС. Рев моторов, непроходимое бездорожье и море адреналина. В Искитимском районе прошло лесное Бузилово-2015. Соревнование среди владельцев внедорожников. Чей джип оказался самым мощным, а нервы самыми крепкими, выясняла наша съемочная группа. Мы приехали. Мы победили. И обошли 61 экипаж. В этот раз соревнования как никогда представительны. На трассе хоть так и называется непроходимое бездорожье. И чемпионы прошлых лет и новички. Максим Худышкин победитель в своем классе. Говорит, на такой результат работать пришлось не один год. Экипаж и машина стали одним целым. Поэтому и быстрее всех взяли контрольные точки. Точки все разные. И бывает так, что подъезжаешь на какую-либо точку. И ты понимаешь, что ты потратишь на нее полтора часа. И решаешь, что не нужно ее брать. Потому что это очень долго и очень проблемно. Нужно ехать дальше. Так же и в жизни на самом деле. Мы всегда делаем выбор. Десятки километров и 20 контрольных пунктов. В помощь схемы, где указаны только направление и расстояние. А главное, в этом году навигатор уже не помощник. Мы решили маленько отойти от этого. И вспомнить старый добрый формат, которому более 10 лет. Легенда ориентирования по одометру, по схемам, по словесным привязкам. Получилось не у многих. Но я думаю, это только начало. А у тех, у кого получилось, они очень сильно в восторге. И уже требуют продолжения. Джиперам в помощь профессионализм и лебедка. Которая до самого финиша без дела не лежала. Выручала и в болоте, и на возвышенности. Из пункта А в пункт Б только с улыбкой. И здесь эмоции не сдерживают. Победа, говорят, не главное. Шансы есть у всех всегда. А сколько хотите? Ну, как бы до конца пройти, да? Конечно. Русские не сдаются. Чем сложнее путь к точке, тем выше бал экипажу. Бонус за скорость прохождения трассы. Джиперы фотографируются на каждом контрольном пункте. Это условие для жюри. Чтобы доказать, что ты прошел отметку. Какое у вас впечатление от первого опыта? Супер чуть-чуть. Линейные гонки с любые? Нет. Третий раз. Третий раз на линейке. Ну и как линейка вам? Здорово очень. Нравится? Да, да, да. Бьется легенда? Бьется. До финиша доходят не все. У тех, кто сошел с дистанции, теперь еще год для подготовки. На трофе Экшн 2016 организаторы обещают трассу еще сложнее. Ольга Левиной, Александр Ведерников, Новости ОТС. На полях области продолжается уборочная кампания. Наибольшую урожайность сейчас дает озимая пшеница. В этом году для ее созревания сложились все необходимые условия. Ирина Звягина вышла в поле и убедилась – зерна много. Такое зерно и показать не стыдно, и продать можно хорошо. Только вот ждет его совсем другая участь. Пойдет на корм для Евсинской птицефабрики. На этом поле радуется не только глаз, но и душа. Впервые за три года агрария из Китимского района ликует. Урожай удался на славу. Остается его убрать. Филатовка хоть и благодарный сорт, но ухода требует немалого. Ее и подкормить надо, и от напасти уберечь. Сейчас новая задача – убрать без потерь. С новыми комбайнами, механизатором – это по силам. Сидишь, отдыхаешь. Просто-таки отдыхаешь. А вот пирату из Быстровского хозяйства отдыхать некогда. Он помогает избежать куда более крупных потерь. Работает здесь круглосуточно. Охраняет здесь технику, восстанавливаем в поле. Он остается сторожем и ночью охраняет технику. Это новая собака у нас в хозяйстве. Только поймали. Кто-то на охоте оставил, она прибилась. И аккуратно служит новому хозяину. Аграрии собирают урожай и ставят новые задачи. Говорят, пора выходить на высокопродуктивные сорта азима и яровой пшеницы, чтобы получать не 30 сантиметров с гектара, а в два раза больше. Тогда экономика другая будет. И тогда свободно каждый фермер может спокойно жить. И мы можем спокойно жить и обеспечивать птицу в полном объеме зерновым. Уже с 25 августа в хозяйстве планируют начать сев озимых сортов пшеницы. А в будущем году создать семенные участки для селекционной работы с зерном. Ирина Звягина, Никита Решетков, Владимир Напрячук. Новости ОТС. Сибирскому патриоту любое дело в охоту. 110 воспитанников военных клубов, спортивных объединений и казачьих организаций региона отдыхают в детском оздоровительном лагере. С участниками областной профильной смены познакомилась Елена Медведик. И с любовью поем. Многое лето, многое лето. Хлебом с солью встречают дорогих гостей. Русские традиции – одна из основ воспитания в этой профильной смене. Нам удивить! Сам утопай, а товарищи спасай! 16 районов Новосибирской области делегировали ребят из военно-патриотических клубов и спортивных объединений. В оздоровительном лагере «Гренада» они отдыхают не за деньги, а за заслуги. Каждый – победитель конкурсов или соревнований. Поучаствовать, набраться опытом, посоревноваться. Педагоги, которые приезжают с ними, получают здесь в том числе свои мастер-классы, повышение квалификации. Ну и, конечно же, общаются между собой для того, чтобы сформировать, и мы это пошагово делаем, именно патриотическое воспитание на территории Новосибирской области. Собрать и разобрать винтовку здесь может любой. Стреляют тоже охотно, а главное – метка. Губернатор не остался в стороне, выстрел – без промаха. А вот шашкой махать пришлось впервой. Сегодня около 130 военно-патриотических клубов на территории Новосибирской области. Порядка 6 тысяч ребят занимаются, занимаются увлеченно. Это дух патриотизма, надо чувствовать и помогать ему укрепляться. Это очень важно. Поэтому рад, что увидел сегодня вот такую нашу молодежь. Девушек немного, зато какие. Пока одни пляшут и поют, другие занимаются рукодельем. Есть и те, кому по плечу мужское занятие. Например, стрельба из лука. И прямо в яблочко. Все что-то делают, никто не сидит на месте. У всех есть занятия. Одно из умений казаков – верховая езда. Кобыла-зефирка не в обиде. Послушно бегает по кругу с очередным наездником. Ребята из Чисдоозерки – фавориты профильной смены. Несмотря на юный возраст, сумели сдать нормативы и получить зеленые береты. Когда ребята сдавали все зачеты, нормативы, пара инструкторов даже слезы на глаза наворачивались. Врать не буду. Этим мальчишкам важно не казаться, а быть настоящими мужчинами-воинами. Елена Медведик, Александр Егоров, Новости ОТС. Колыванские спортсмены – чемпионы мира. В немецком городе Герлиц завершилось одно из престижных соревнований по судомодельному спорту. В сборной России четыре участника и трое из них из Колывани. Как далась победа, расскажет Яна Зенченко. Все то же самое мы делаем. Заправляем баки, промываем двигатели и запускаем модели. Отработанная система и помогает годами оставаться лучшими в судомодельном спорте. Чтобы стать чемпионами мира, Егору и Роману, пришлось выдержать десятки самых различных дистанций, опередить сильнейших соперников. В пути случается разное. И двигатель ломается, и гидроплана прокидывается. Главное, говорят спортсмены, чувствовать каждое движение модели, когда успех обеспечен. В первом заезде у меня двигатель сломался. Второй и третий заезд, и я опрехал первый. Ну и четвертый заезд я тоже опрехал. Я только там ошибся немного на дистанции. И судьи мне это упростили. Прежде чем попасть в сборную, ребята стали лучшими на многих российских чемпионатах и соревнованиях. Победа – нелегкий труд. Это целый комплекс мелочей, начиная с самой модели. Ее готовят месяцами, проверяют, усовершенствуют. Эти модели не плавают, а парят над водой. И управлять этой скоростной игрушкой далеко не детское занятие. На свои корабли ребята делают высокие ставки. И в этот раз техника оказалась в тандеме с опытом. К этой победе колыванский клуб шел не одно десятилетие. Конечно, мы довольны. Было очень радостно стоять на пьедестале. И когда звучал гимн Российской Федерации, смотреть в лица других людей и принимать от них представление после этого. Сегодня судомоделистов в области можно пересчитать по пальцам. А колыванцы не только делают этот спорт популярным, но и добиваются высоких результатов. Следующая задача – не пойти на дно на чемпионате Европы, который пройдет в следующем году в Польше. Яна Зенченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. Этот вид спорта официально не признан в России, но наша сборная уже чемпион мира. Сегодня ночью в Новосибирск вернулись спортсмены, которые победили на родине единоборства во Винам во Вьетнаме. Лея Арзаева о боях и правилах. Ура! 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 Сборная России привезла золотые, серебряные и бронзовые медали с чемпионата мира по вьетнамским единоборствам, прошедшего в Ханое. Победа нашим ребятам далась нелегко. Против нас выступали полицейские, местные полицейские. У них была поддержка, у них был стадион, стадион был их. И поэтому с ними, прям, чуть ли не со всем стадионом мы бились. Судьи тоже, то есть, особо лояльностью не обладали. То есть, как бы, приходилось доказывать не только судьям, но и стадиону, что ты сильнее, что победа твоя. Нашу страну представляли четыре спортсмена. Трое из Новосибирска и действующий чемпион Европы по вьетнам из Сургута. Своей бронзовой медалью он не совсем доволен и планирует завоевать золото на следующем чемпионате. В ходе поединков не все так складывается, как хотелось бы. Ну, соперник, соответственно, пытается тоже выиграть, навязывает свою манеру боя. Значит, надо лучше готовиться, тренироваться. Надеюсь, что в следующем году мы снова попадем на этот турнир. И, я думаю, все покажут более там лучший результат. Опять же, это спорт. Такое дело, что загадывать не получается. Опять же, кто как готовится, тот так и выступает чаще всего. Ну, плюс все равно есть форс-мажорное автоятельство. Некоторых они там какую-то часть результата забирают. Боевое искусство Вовинам Вьет Водао относительно молодое и ведет свою историю с 1938 года. Оно возникло в разгар Вьетнамской войны и имеет ряд особенностей. В частности, одной из визитных карточек является захват ногами, выполняемый в прыжке. Так называемые ножницы. Медали – это не единственное радостное событие для некоторых спортсменов. Так у серебряного призера Афандия Гаяна во время чемпионата родилась дочь. Сегодня, завтра уже все стану дважды отцом. Как бы все выступили там уже. Я в какой-то степени даже рад, что это произошло после всего мероприятия, после соревнований. Если бы это было до соревнований, то опять же психологически себя настроить бы, зарядить тяжело бы было. То есть, 13-го числа у меня дочка родилась и все уже поскорее домой уже все. В Вьетнам в России только набирает популярность. Скоро в Новосибирске появится собственная команда. А пока ребята готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году. Алия Арзаева, Тимур Серебряков, Василий Тополев и Олег Сурков. Новости ОТС. Первая победа. Хоккеисты Сибири провели очередной матч на турнире Рамазана. Соперником нашей команды был Челябинский трактор. В основное время у Сибиряков отличился шведский нападающий Давид Ульстрим. Он выбил нашу команду вперед в начале матча. За пять минут до конца основного времени челябинцы сравняли счет. Но в серии буллитов сильнее оказались новосибирские хоккеисты. Решающий штрафной бросок на счету Максима Шолунова. Матч с трактором третий подряд на турнире Магнитогорске. Сегодня у Снежинок день отдыха и уже завтра подопечный Андрея Скобелки сыграют с омским авангардом. А футбольная Сибирь провела очередной матч первенства футбольной национальной лиги. В Нижнем Новгороде наша команда встречалась с местной Волгой. Полчаса хватило командам, чтобы обменяться забитыми мячами. У Орлов отличился Евгений Чеботару. Когда до конца поединка оставались всего две минуты, защитники Сибири упустили из виду нападающего у нижегородцев Андрея Козлова. Тот воспользовался моментом и принес победу своей команде 2-1. Это поражение стало вторым подряд для подопечных Бориса Стукалова. Сейчас наша команда находится на 10-м месте в турнирной таблице. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Вау! Невероятно! Норка от 50 тысяч и море бонусов. Подарочный сертификат, дисконтная карта, пойто и шапка в подарок. Супер лето в Истнова. Теперь настоящие внедорожники УАЗ и Шевроле Нива в одном месте. В автосалоне на Петухово 17. Приезжай и покупай. Автомобили в наличии. Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – торговая марка Сакура. Сакура. Качество, дизайн, функциональность. Как ты это сделала? А это я. В ближайшие дни над Западной Сибирью становятся южные потоки, которые продолжат приносить на территорию Новосибирской области сухой, жаркий воздух из Средней Азии. 19 августа по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске без осадков ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, порывы до 13. Влажность 55%. Температура ночи плюс 15-17, днем около плюс 30. В последующие двое суток лишь местами небольшие дожди. Температура воздуха в четверг, днем около плюс 30. В пятницу плюс 23-25. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого хорошего. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова